Здарова, народ! Решил снимать видео, где буду рассказывать историю своих велосипедов. Это не то, что прям обзоры, но такие рассказы больше, наверное. Дело в том, что за последние лет 5-6 через мои руки прошло под сотню велосипедов. Какие-то я собрал, какие-то просто продал, какие-то мне подарили кому-то. В общем, историй много, на самом деле, плюс еще истории из моего личного детства. Собственно, давайте, наверное, начинать. Сегодня речь у нас пойдет о вот таком красавце. Он у меня уже года 4, наверное. Это такая жемчужина моей коллекции, велосипед Орленок. По-своему уникальный, достаточно редкий. Я уверен, что вы такого еще никогда не видели и не встречали, потому что встретить такой, это само по себе уже удача. Это во-первых. Ну, а во-вторых, с ним связана потрясающая моя личная такая история, прям жизни моей. Вот, так что устраивайтесь поудобнее. Давайте я вам расскажу про мой велосипед Орленок. Поехали! Собственно, чем же уникален этот конкретный велосипед? Он уникален тем, что он олимпийский. Немножко истории самого велосипеда. Орленки начали делать в городе Минск после войны. С Германии вывезли оборудование и, собственно, в Минске устроили велозавод. Ну, а потом Орленки начали делать уже на Шауляйском велозаводе. Было две модели. Вот такой Орленок и был еще Орленок для девочек Ласточка. Он назывался. У него была Низкая Рама. Такую модель делали с 1951 по 1978 год. И данный конкретный велосипед как раз-таки с 1978 года выпуска. Один из самых последних. Его уникальность в том, что он олимпийский. Видите, олимпийская символика на нем стоит. Видите, а это значит, что это значит, что это был бренд Советского Союза. На абы что такую символику никто не ставил. Тогда это было достаточно серьезно. Это был не то, что знак качества. Это был знак супер качества. Ну, еще одна гордость моя, это то, что велосипед с родными зелеными покрышками. В общем, в классном состоянии. Отличный велик. Ну, а что касается моей личной истории, связанной с велосипедом Орленок. У меня в детстве такого не было. Я о нем мечтал. У моего друга, лучшего друга, был такой велосипед. У меня в тот момент был салют. Салют был без рамки. А Орленок был с рамкой. А что значит велосипед с рамкой? Это значит, кого-то ты сюда можешь посадить и ехать на речку. А обратно, обратно, можно сесть самому сюда. И тот, кого ты вез на речку, он повезет тебя. Собственно, Орленок был действительно мечта. Ну, а конкретно этот велосипед, я его украл. С этим тоже связана потрясающая история. Ну, как украл, дело было так. Мы ехали, я катался по частному сектору на велосипеде и увидел, знаете, дом, который под снос. Такой частный дом, уже был вынесен мусор оттуда весь. Ну и, соответственно, вот в этой куче мусора я увидел велосипед. Приехал домой, нашел себе подельника. Мы с ним сели в мою тачку, вернулись обратно, дождались вечера, пока стемнеет. Там достаточно проходная улица была. И мы этот велосипед с мусорки ко мне в машину и по газам там что-то вмотались по городу, чтобы замести следы. В общем, история потрясающая. На самом деле, ну, по факту, да, я его украл, но на самом деле я его забрал с помойки. И уже на следующий день, когда я вернулся на это место, просто проезжал мимо на работу на машине, там уже этой кучи не было, уже были следы, знаете, от бульдозера. Было видно, что он загребал эту кучу, куда-то загружал, увозил. В общем, я уверен, что спас этот велосипед. Немножко нарушил закон, но велосипед спас. Теперь вот он в моей коллекции. В целом, я, конечно, горжусь, что у меня есть такой велосипед. И это такая вот мечта детства. Потому что, опять же, у меня был салют. У каких-то друзей была Десна, у каких-то был школьник. Но все действительно завидовали вот парню, у которого был Орленок. Потому что это почти взрослый велосипед. У него есть рамка, ты можешь кого-то возить. Актуальность того, что у меня был раскладной там или Десна была раскладная, ее ноль. Потому что ни у кого не было машин, зачем бы раскладывать. Мы жили в деревне. И проблем с хранением, как таковых, не было. Поэтому в том, что он раскладной, не было никаких плюсов. А вот рамка, а еще и багажник. Это вообще вещи. Седло кожаное, бардачок. И все вот эти вот мелочи делали Орленок прям желанным. Хотя, на самом деле, мы, в принципе, понимали, что на тот момент уже несколько устарелый велосипед. Да, если понимать, что детство мое происходило в 90-х. А этот велосипед выпустили в конце 70-х. То есть, соответственно, он нам достался. Даже не от старших братьев. Он, наверное, такие велосипеды нам доставались от родителей. Ну и, конечно, был план его восстановить. Сделать его прям классным, новым. Тут видно, да, что я багажник. Багажник, кстати, не родной. Я его перекрасил и перекрасил дровку. Вот это единственное, что я прям уколхозил у велосипеда. Что касается восстановления, то это слишком хлопотно. Ввиду того, что рама перекручена такая, как лопасть самолета. И, соответственно, ее выпрямлять я не знаю как. Причем, скорее всего, вот это вот перекручивание рамы, оно получено в тот момент, когда велосипед выбрасывали на помойку. Потому что, ну, редко бывают такие травмы, если упасть с него там или прыгнуть на бордюр. Ну, такой там, вилку можно погнуть, еще что-то сделать. Но вот так вот перекрутить раму прям по осям, я не знаю. Это вот как раз в тот момент, когда его выбросили с чердака, видимо, на эту кучу мусора, с которой, собственно, я его и спас. Так что, друзья, когда в следующий раз запланируете выкинуть свой старый велосипед, подумайте, может быть, есть где-то взрослый мальчик, который все детство мечтал о таком. И, может быть, нужно выставить его на Авито и отдать бесплатно. На этом история велосипеда Орленок, моя история велосипеда Орленок, заканчивается. Но велосипедов у меня много. Истории еще больше. Пишите, кстати, в комментариях, был ли у вас в детстве Орленок, или вы ездили на чем-то еще. Ну, и в целом, ваши вот ощущения, впечатления от такого формата, нужно ли его делать или не нужно, собственно, без разницы. Я все равно буду делать, потому что мне это действительно интересно. Я с вами прощаюсь, меня зовут Олег Радивиллов. Подписывайтесь на канал, если появилось такое желание. Катайтесь на велосипедах. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok